Джимми и Аниси не верят, что на Сахалине есть медведи, но продавец убеждает, косолапые здесь на каждом шагу. Для японских операторов это хорошие кадры. За три дня им нужно снять двухчасовой фильм. Но расслабляться на рынке не стоит. Вот уже Джимми уводит на другой конец рынка, мерит шапки. Съемочная группа пытается догнать его. В Японии Джимми Аниси – известная личность. Он ведет кулинарные и комедийные телешоу. Вот здесь актер пытается выговорить название американского штата – Массачусетс. Главная задача участников телешоу – не рассмеяться. Но удержаться невозможно и в наказании хлупят резиновыми дубинками. А выговорить название штата у Джимми так и не получается. Тем временем на Сахалинском рынке продавцы активно предлагают купить лисью шапку. Актер сопротивляется. 9 тысяч рублей – дороговато. А вот шапку из парсука, да еще вместе с перчатками, готовы уступить всего за 5 тысяч. Надо соглашаться. Впереди два дня съемок, а на острове холодно. К тому же цена весьма привлекательная. Я в Осаке всегда, когда покупаю, прошу сделать подешевле, и мне делают скидки. Но в Японии таких вещей просто нет. В новой шапке актер спешит, наконец, попробовать настоящую сахалинскую еду. Первое, что попадается на глаза Джимми – навага. Правда, сушеную рыбу японцы так просто не раскусить. Но главная цель съемочной группы – показать японским зрителям, что едят сами сахалинцы. Мы путешествуем по Сахалину и знакомимся с совершенно разными людьми. Нам интересно, что едят эти люди. Разные люди в разных ситуациях. Завтра мы поедем на север острова. Продавец рыбы рада показать актеру, что она будет есть на обед. Все это можно увидеть на соседней витрине. Однако, как только Джимми предлагает ей покушать на камеру, женщина заявляет – сегодня она точно не обедает. Я вообще на диете. Но через несколько минут Джимми улыбается удача. Актеру удается убедить другого продавца пообедать на камеру. А поужинать Джимми договаривается с оператором нашей программы. Все это и другие приключения актеры на Сахалине покажут по японскому телевидению в конце ноября.